Хе-хей друзья, как делишки? С вами снова Эдисон и добро пожаловать в Майнкрафт, где сегодня мы будем рассматривать рыбацкие машины, которые будут делать за вас всю работу. Ловить рыбу, жарить рыбу, складывать в сундуки рыбу и даже размножать её. И вот это всё вы сможете сделать с помощью одной команды, которой нужно вести командный блок. Никаких модов, никаких лагов, никакой запарки по их установлению, а только одна команда и один командный блок. Но перед тем, как начать, я бы хотел вас попросить поставить лайк. Я буду очень сильно рад, если вы вот это сделаете. Это действительно даст мне больше сил для записи новых видео. И я больше буду записывать этой рубрике, потому что я вижу, что она сейчас популярна. Я не говорю, что это я создатель этих команд. А в принципе, если честно, сейчас в России никто ничего не создаёт, а просто-напросто крадёт это всё, ладно, переводит это всё из-за рубежа. Поэтому, ребята, я тоже решил, почему бы и нет. Потому что это действительно будет очень полезно, так как вы можете использовать вот эти свои команды, точнее вот эти команды в мире Майнкрафт. И, в принципе, играть даже без модов. Поэтому, ребята, если мы наберём 500 лайков, то я в описании выложу команду для вот этих вещей, которые мы будем рассматривать в этом видео. И если мы наберём 600 лайков, то новая серия обзора каких-то вещей в Майнкрафте без модов, а только с помощью одной команды, выйдет следующей. Точнее, выйдет завтра. Я буду очень сильно рад, ребята, если вы поставите лайк, потому что это действительно будет очень круто. Также не забываем оставлять комментарии, я общаюсь со своими подписчиками, и всё, что вам нужно, это просто-напросто его написать. И я буду очень сильно рад, кто подпишется на мой канал, кто ещё не подписан. Я действительно отношусь к своим подписчикам, к каждому новому подписчику, как будто, я не знаю, к какому-то там лучшему другу или брату. Потому что я действительно очень рад, когда кто-то на меня подписывается. Ну ладно, ребята, меньше разговоров, а сразу же приступаем к делу. Как выдать себе командный блок, чтобы потом ввести эту команду. Пишем вот так, потом Майнкрафт, командный блок, не Майнкарт, а обычный вот так блок. Замечательно. Ставим его сюда и вводим вот эту команду. Я, ребята, ещё раз скажу, если мы наберём 500 лайков, мне просто нужно видеть, действительно ли вам нравится эта рубрика. Если всё-таки мы наберём, то в ту же секунду, обещаю в ту же секунду, я выложу ссылочку на вот эту команду. Я ввёл, замечательно. Команда будет работать, вы это поймёте, если у вас в чате появится такое. Это работает на версии 1.8+. То есть, если будет 1.7 или ещё ниже, то, ребята, это всё работать не будем. И вот это, ребята, мы всё спауним. Замечательно. Это всё заспанилось, прям вот, прям так идеально на такой площадочке заспанилось. Чат написал, а кто создатель этой карты, за что ему большое спасибо. Это уже можно выкинуть. И смотрим. Первая табличка, это удалить вот эту всю машину. То есть, вы нажимаете на вот эту табличку, это вся машина удаляется, будем её так называть. Вторая табличка, это создатель этой карты. И третья табличка, самое главное, то, что нам нужно, это рецепты. Давайте, ребята, мы сразу же выдадим себе ресурсы, с помощью которых мы сможем заспамить 3 машины, необходимые для рыбакства. Вот я себе выдал, и давайте будем крафтить эти все машины. Главное, кидать их на одно место, чтобы они падали друг на друга. И у нас будут спамиться такие яички. Первая машина, это фишер, так она называется. Вторая машина вот заспамилась. Для первой машины нужно удочка, редстоун факел и полублок. Точнее, вот он. Где он, где он, где он, где он? Вот, стоун слэд нужен. Просто кидаем в одно место, и она, можно сказать, крафтится. Для второй машины нужно один кремень и один тот же полублок каменный. И для третьей машины нужно сырая рыба и Незер Кварц, которые можно добыть в аду. И вот, ребята, у нас 3 машины. Первая это фишер, вторая это фишбридер и третья это фишмовер. Сейчас мы подробно рассмотрим, для чего каждая из этих машин нужна. Но перед этим, дайте-ка я не построю вот тут небольшую площадочку для наших испытаний. Вот, ребята, готово. Это произошло буквально за одну секунду для вас. И сразу же спауним первую машину. Фишер, как её заспаунить? Поднимаем один блок вверх, один блок в центр. Главное, самое главное, я хочу вам сказать. Территория должна быть минимум 3 на 3 блока. 3 в ширину, 3 в высоту. Точнее, 3 в... Вот так, просто-напросто, 3 на 3. А что я хотел сказать, в глубину, то есть высоту, неважно, можно сказать... Даже вот один сейчас у нас тут, один блок. И то оно будет работать. Но главное, чтобы было 3 на 3. Вы, если больше, это ничего страшного. Вы можете даже запихнуть эту машину куда-то там посередине моря, и она будет работать. Но минимум это 3 на 3. И спауним первую машину вот тут. Опа! Она заспаилась. И смотрите, как она мило выглядит. Ага, и самое крутое, то что даже у неё есть такая небольшая анимация, которая будет вот двигаться, как будто она вылавливает рыбу. И что самое прикольное, знаете на чём работает эта машина? Знаете на чём? Смотрите. На паучином глазище она работает. Ребята, честное слово, хоть единственное нормальное применение этому итему. Потому что в ванильном Майнкрафте он вам, ну, можно сказать, толком никогда не пригодится. Если вы выбиваете этот глаз с паука, то можно сказать, вы его сразу выкидываете, потому что вы понимаете, что это какой-то хлам. А может где-то он вам там пригодится, или, например, даже в том же, в тех же сборках там магических и вот этих всех, мне кажется, даже там этот глаз не пригодится. Может иногда там где-то что-то. Но это отличное применение, потому что машина работает на этом глазу как будто топливо, да? Как её включить? Просто-напросто нужно кинуть глаз именно вот сюда в центр. Не на машину, не под машину, не вбок машина, а вот именно в этот синенький такой квадратик. Нужно сюда кинуть, потому что по-другому она работать не будет. Это как будто мы ей даём какое-то зажигание. И вот, ребята, пошёл чёрный дым. Это знак то, что машина начала свою работу. И вы, в принципе, можете понять то, что она начала там варганить и ловить рыбу. Смотрим, ждём, пока она наконец-то выловит нам первую рыбку. Давай, давай. Всегда нужно пополнять запас её топлива с помощью паучиного глаза, да? Глаза паука. Потому что, в принципе, как в любой нормальной машине, есть своя энергия и она когда-то кончается. Также и тут нужно просто-напросто пополнять запасы. И вот, ребята, наконец-то рыбка появляется. Она начинает ловить рыбку. И какой плюс этого мода? То, что вы можете, например, сделать себе такую команду, такую вещичку в своём, там, я не знаю, одиночном мире Майнкрафта. И уйти там, я не знаю, куда-то там пописать, в туалет вернуться. Эта машина вам уже наловит прям большущий косяк рыбе, который отлично подойдёт к пивасику, ребята. Но ещё один большой плюс, ещё один большой плюс, то, что машина выплёвывает рыбу всегда в одно место. Ни в центр, ни на машину, ни под машину, ни по кругу машина. А именно вот на этот блок. И это действительно даёт большую возможность для того, чтобы складывать рыбку в сундуки. И как это всё сделать? Мы просто-напросто берём воронку, берём сундук, ставим сундук, ставим вот сюда воронку. И всё, и всё. Давайте ещё пополним запасы топлива машинки. Вот, пополняем, пополняем, пополняем. Машина начинает работу. И смотрите. Она всегда будет выплёвывать, ловить рыбу и выбрасывать её на берег. Именно вот на этот блок. Не сюда, не сюда, не сюда, не сюда, не сюда, а именно вот сюда. Всё. Выбросила, сразу перемесила в сундук. Работает, ребята, на все 100%. Давайте мы сразу же перейдём к следующей машине, чтобы не затягивать. Рассмотрим, что же она делает. Но перед этим я ещё раз построю вот это небольшое поле испытаний. Вот, ребята. Что делает эта машина? Смотрите, давайте я покажу вам не тут, а давайте я покажу вам, например, вот тут. Потому что там нужно, нам будет отдельное место. Я не знаю, будет ли где-то вот тут работать. Давайте я выключу шейдеры, чтобы лучше было видно. Вот тут прям замечательно. Что делает эта машина? Фишер, фишбридер. Ставим её вот сюда. Замечательно. И знаете, на чём работает эта машина? На яичках, ребята. Да, эта машина работает на яичках. И это, если честно, тоже очень круто. Тоже очень круто. Потому что те же яйца, можно сказать, как глаз, с глаз паука, не всегда очень полезны в выживании. То есть, после того, как вы себе сделаете большущую ферму куриц, она, можно сказать, вот эти все яйца вам, можно сказать, больше никогда не пригодятся. Потому что они будут бесполезны. Но это отличное применение тем же яйцам. Что делает эта машина? Кидаем в неё одно яйцо. Кидаем в неё два яйца. Начинается дым, то есть, знак то, что машина завелась. Нужно её прохлопнуть, вот эти все трубы, двигатели. Она начинает работу, работу. И сейчас, когда вот этот дым уже пропадёт, то мы будем знать то, что машина завелась. И она будет размножаться. То есть, мы добавляем два яичка, это две рыбы, которые будут между собой шпильки, шпильки-вильки. И будут появляться ещё маленькие рыбинки. И что самое прикольное, то что, смотрите, вы действительно можете увидеть в воде, как вот эта вся рыба плавает. Конечно, не прям идеально, но это отличный вариант для того, чтобы сделать даже тот же аквариум. Вы можете наставить вот таких машин много-много-много, вот как тут, например, да, вот, вот. Видите, тут стекло. Взял этот большой аквариум. Наспамить вот так рыбки. И она будет, и она будет просто-напросто плавать в вашем аквариуме, размножаться. И я просто хочу вам показать один момент. Вот он, вот он, вот он, ребята, когда появляются вот эти сердечки. Это означает то, что, то, что рыбка спарилась. И сейчас появится ещё одна маленькая рыбка. Но, как усовершенствовать эту машину? Дайте-ка я включу быстренько утро. А то уже ночь наступает, а ночью я не хочу играть. Как усовершенствовать эту машину? Давайте мы построим очень простую схему. И очень, нет, не стон, а нам нужно стекло. Очень простую схему. Как она работает? Смотрите, ребята. Вниз копаем один блок, потом два блока вверх. И знаете что? Между водой и верхней машиной должно быть разница в два блока. То есть вот один, два. Вот так, ребят. И строим над вот этой водой вот так же, смотрите. Опа-опа, три блока на три. То есть размеры с этого бассейна просто на два блока выше. Сюда мы тоже поставим пока что один блок, потому что нужно для поддержания этой конструкции. Потом мы его удалим и действительно будет два блока. Что мы делаем дальше? Делаем, это знаете, ребята, мне напоминает вот так, смотрите, по кругу. Медленно, не спеша, чтобы просто-напросто не ошибиться, а всё верно сделать. Знаете, что это мне напоминает? Сейчас, дайте-ка я вот это дострою и скажу вам, что мне вот это напоминает. Вот так, секундочку. Это мы сделали. Сейчас сюда нужно вот тут выкопать яму. Вот. И заполнить вот это всё водой. Замечательно. Круто. Сюда мы ставим в центр опять вот этот фиш-бридер. Вот так. Кидаем яички, чтобы рыбка начала размножаться. Вот. Пошёл дым. И это можно уже удалять, потому что вода отсюда уже не вытечёт. Потому что тут уже мы закрыли эту дыру. И вот сейчас. Знаете, что мне это напоминает? Это как будто реально какая-то печка, которая стоит у вас дома. Газовая плита, точнее. То есть, это сверху кастрюля. Вот это, можно сказать, кастрюля. Ёмкость. Где есть вода. Где вот сейчас выходит пар, потому что вода кипит. Где мы, к сожалению, живьём. Живьём. Зажариваем. Завариваем вот эту рыбку. К сожалению, она там плавает, а мы её живьём варим. Но всё же. Майнкрафт требует жертв. В том смысле, что даже рыбка стала какой-то маленькой жертвой. Это как кастрюля. Но, чтобы вода закипела, что нужно? Конечно, под кастрюлей нужно включить газ. Чтобы кастрюля нагрелась, вода закипела и наша рыбка заварилась. Как нам сделать сам газ? Как нам включить саму конфорку или как она там называется? А для этого у нас есть фиш-мувер. Мы ставим её вот сюда в центр, под этим блоком. То есть, под этой машиной. Ставим её вот сюда. И вот, ребята, вот пошёл газ. И всё. Вы, как можете заметить, рыба начала уже свой процесс готовки. Также мы можем сделать... Я сейчас всё подробно объясню. Но также мы можем сделать вот это, ребята. Она также будет выплёвывать рыбку. Как видите, уже готовую рыбку. Давайте мы быстренько это сюда поставим. Вот сюда. Вот так. Она тоже будет выплёвывать её сюда. Но уже не обычную рыбку, как, например, вот тут. Смотрите, за этот разговор, который я вам объяснял, что и как делается, эта машина уже наловила 2, 12 салмона и 30 обычной сырой рыбы. Я говорю, ребята, вы можете поставить эту машину, заправить её конкретно. И пойти гулять куда-то там со своими друзьями во двор. Вы придёте, и у вас уже будет большущий стак рыбы. Как вы видите, уже он у нас есть. И тут также, смотрите, смотрите. А, не выплёвывает, потому что там просто-напросто нету яичек. Давайте заправим тоже эту машинку. А точнее, кинем яйца вариться. Давайте много закинем, много закинем, много закинем. Много дыма, много чего там. Варки. Вот, ребята, кастрюля. Под кастрюлей мы включили газ. И кастрюля начала нагреваться и варить рыбку. То есть, смотри, какой это офигенный процесс. Мы размножаем рыбу прямо в кастрюле. Мы её не выловливаем где-то там в озере и потом закидываем в кастрюлю для её готовки. Нет. Она сразу же размножается в самой кастрюле. Производит своих детей. А мы живьём зажариваем, завариваем их детей. И, как машина это сделает, она автоматически выбрасывает зажаренных детёнышей рыбы туда же, вот на этот же блок. Потом воронка засовывает это всё. Засовывает это всё в сундуки. Вы уже, ребята, можете заметить то, что мы буквально за 40-50 секунд уже добыли полстака готовой, приготовленной рыбы. Ребята, это очень круто. То есть, смотрите, для ленивых задниц, которым, я не знаю, там лень идти и ловить рыбу, это замечательнейшая просто машина. Потому что, как вы видите, буквально за 2 минуты, даже меньше, сколько мы тут разговариваем, мы сможем добыть себе стак рыбы. Но это не читерно, потому что для того, чтобы это сделать, сначала нужно, во-первых, тут заправить машину, а во-вторых, сюда накидать кучу яиц. Так как вы видели, что мы накидали сюда кучу яиц. С каждой парой яиц там появляется парочку новых рыб, да, то есть старые рыбы размножаются, производят новые рыбы. Поэтому, ребята, это не капит, не читерно. Для каждого процесса, для каждой рыбинки требуется какая-то небольшая затрата каких-то других ресурсов. И вот, ребята, мы нашли применение трем машинам. Первая машина ловит за вас рыбу, работает она на паучьем глазе, выплевывает вот сюда, вы тут можете это все сохранять. Вторая машина, вот тут она размножает рыб, то есть вы ее заправляете яйцами, и она с двух рыбинок может сделать там вроде 4 или 5, даже больше. То есть производит своих детей. И также может выплевывать вот сюда. Но, эта машина лучше работает, если ее скомбинировать с фишмовором. То есть, можно сказать, самим, не то что топливом, а самим, самим газом, как я уже сказал, вы включаете газ, то есть приготовление самой вот этой рыбы в нашей кастрюле, да. И она сразу же выплевывает не, она выплевывает не обычную рыбу, а уже зажаренную. Как вы видите, за это время разговора мы уже добыли, ребята, 2 стака приготовленной рыбки. Мы еще просто-напросто это все можем заточить, облизать пальчики и дальше продолжать вот это все вылавливать рыбку. Это действительно очень полезная вещичка, потому что она пригодится в той же одиночке. Если честно, я, наверное, буду даже использовать вот эти все команды даже в своем, в каких-то летсплеях, сезонах. Потому что, ну, во-первых, это не моды, нету какого-то там, ну, не знаю, требования от вашего компьютера. Главное, не переборщить с этими командами, потому что, конечно, если вы там в один мир накидаете там 300 команд, то ваш компьютер, скорее всего, взорвется. Лучше не нужно, может там 2-3 и, в принципе, хватит. А если что-то вам не понравится, то просто удалить ту машину, добавить какую-то новую машину. Ну что, ребята, это, можно сказать, небольшая новая рубрика. Если вам понравилось, то поставьте лайк. Я еще раз повторюсь, я, наверное, единственный, кто это говорю, это не я придумал. Это все придумывают зарубежные ютуберы, которые часами, днями, неделями пишут вот эти команды и потом делают на них обзор. А русские ютуберы просто-напросто берут эти команды и, можно сказать, переводят с английского на русский, показывая своей аудитории. И, ребята, я это сделал специально для вас. Я буду очень сильно рад, если вот это вам понравилось, потому что, ребята, если вы поставите лайк, это действительно даст мне больше сил для записи новых видео. Это, во-первых. А, во-вторых, как я уже говорил, ребята, каждый ваш лайк, вот если ты сейчас поставишь лайк, то каждый ваш лайк ускоряет выход нового видео прям на бешеное время. Потому что, действительно, ребята, если я вижу, что много лайков, я сразу же бегу записывать для вас новое видео, потому что я вижу то, что вам понравилось, так же, как это было с эскапистцем, эскапистой или как они там называются, или другими там видео. Поэтому, ребята, я еще раз повторюсь, если мы наберем 500 лайков на вот этой серии без модов, то в ту же секунду можете проверить. Я вам обещаю, в ту же секунду я выкладываю команду, с помощью которой вы можете заспанить вот эти рыбацкие машины в описании. В ту же секунду, как только мы наберем 500 лайков на вот этом видео, ребята, сразу же появится команда в описании. И если мы наберем 600 лайков, то, во-первых, я буду очень сильно вам благодарен. И завтра же выйдет новая серия обзоров вот всяких причиндалов в Майнкрафте без модов. Конечно, каждый день это выпускать не очень, потому что это надоест, но все же я буду выпускать, может, раз там в пару дней. Но, если вам это будет нравиться, то я, ребята, специально до своих подписчиков хоть буду выпускать по два раза в день, потому что я вас ценю. И так же буду рад, если вы все-таки поставите лайк. Так же я общаюсь со своими подписчиками. Все, что от тебя требуется, от вас требуется, это просто поставить свой комментарий под этим видео. Я не знаю, с каким-то там вопросом, пожеланием, советом я прочитаю твой комментарий. И так же я пообщаюсь с тобой, отвечу на него и пообщаюсь с тобой. Так же, кто еще не подписан, убедись, что ты подписан. Если нет, то все же нажми на красненькую кнопочку под этим видео. Я буду очень сильно рад, если ты вступишь в нашу большую дружную семью. Потому что я отношусь к каждому новому подписчику, как к своему брату, другу. И честно, я буду очень сильно рад, если подпишешься на мой канал. Ребятушечки, всем спасибо за просмотр. Не забываем ставить лайки, подписаться на канал, оставлять свои комментарии. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем. Пока.